Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Петрозаводске можно посетить выставку «Острова нашего детства». Посетители смогут увидеть работы учащихся музейной студии «Кижская палитра», созданные детьми во время поезда к Кижи, на Соловки и Валаам. Во время интерактивных занятий можно отправиться в круиз по островам Ладожского и Онежского озер, Белого моря, узнать количество башен Соловецкой крепости, а также их названия, почувствовать себя настоящими поморами и как будто побывать на многодневной ловле рыбы. А также можно зайти в мастерскую художника, в которой все можно трогать руками, подержать в руках старинные тюбики с масляными красками и кистью, узнать, как устроен мольберт, а также создать свой оттиск техники печатной графики. Самые маленькие посетители смогут вылепить глиняную игрушку. Адрес выставки – город Петрозаводск, музей Кижи, улица Федосовой, дом 19. Часы работы ежедневно с 10 до 18.00, среда до 20.00. В Москве пройдет выставка-ярмарка «Улица мастеров», где можно приобрести качественные работы талантливых рукодельников. Ярмарка «Улица мастеров» в экспоцентре объединяет виртуозных художников, владеющих разными видами декоративно-прикладного искусства. Здесь можно купить необычные сувениры, шедевры народных промыслов, деревянные игрушки, традиционные русские сладости, косметику ручной работы и многое другое, а также открыть для себя новое хобби и вдохновиться на творческие свершения. Ярмарка работает 8-10 ноября с 11.00 до 19.00, 11 ноября с 11.00 до 16.00, 21-24 ноября с 11.00 до 19.00. Адрес выставочного комплекса «Экспоцентр» Набережная Краснопресненская, дом 14. Ближайшее метро, станция «Выставочная», станция «Деловой центр». Продолжим артефактами земель славянских. Экспедиция Черноморского проекта подводной археологии обнаружила на дне Черного моря более 40 отлично сохранившихся кораблей Османской и Византийской империй. По словам руководителя экспедиции профессора Джона Адамса, главной задачей нашего проекта было проведение геофизических исследований для выявления места захоронения кораблей, а также сбор данных, которые рассказали бы нам об истории Черного моря. Археологи отмечают, что благодаря низкому содержанию кислорода корабли, относящиеся к античной эпохе, отлично сохранились. Поиски проводились в соответствии с картой древних маршрутов, которые соединяли Византию с соседними государствами. Археологическая сенсация Ямала Там, в Красноселькупском районе, обнаружили деньги французского короля. С каждой такой находкой тюменские ученые все ближе подбираются к заветной цели найти столицу Караконского края. Так в архивных документах называется крупное поселение, основанное Селькупами. Принято считать, что к реке Тассани перебрались из Среднего приобья в конце 16-го, начале 17-го века. Однако найденные в районе раскопок артефакты заставляют усомниться в этом. Как рассказала Ольга Пашихонова, научный сотрудник сектора физической антропологии Института проблем освоения северо-сибирского отделения РАН, это те предметы, находя которые, перехватывает дыхание, а руки начинают трясти. Особенно это касается украшений. Предметы, используемые в быту, тоже показательны, уникальны. К примеру, довольно крупный предмет – сибирская пальма, самобытное западно-сибирское оружие. Оружие, предметы быта, украшения – это лишь малая часть свидетельств событий, происходящей на Селькубской земле сотни лет назад. Результатом совместной работы археологов, антропологов и этнографов должна стать монография, посвященная одному из самых малочисленных народов, населяющих Ямал. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Челябинске пройдет фестиваль этичного творчества «Урал Веган Фест». На фестивале жители Челябинска, ведущие этичный образ жизни, могут проявить свои таланты, пообщаться с единомышленниками, узнать что-то новое. Мероприятие рассчитано на широкую аудиторию. Для челябинцев, незнакомых с веганством, это отличная возможность узнать о том, как живет и чем дышит этичное сообщество. Время проведения 12 ноября в 8.00, 13 ноября в 20.00. Подробности читайте на сайте фестиваля. Центр традиционной народной культуры города Сухой Лог начинает набор групп на курс занятий «Народная кукла». В ходе занятий можно познакомиться с традиционными видами народных кукол, научиться их создавать, а также получить возможность в любой момент своими руками сделать эксклюзивный подарок друзьям и знакомым. Занятия начнутся с 13 ноября в Народном доме Шамотка по адресу город Сухой Лог, улица Победа, 13. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 8 ноября, вторник, «Метеоритная опасность». Автор соведущий Вадим Чернобров. 9 ноября, «Среда». Волновая генетика. Автор соведущий Петр Горяев. 10 ноября, «Четверг». Возможные земные катастрофы и как в них выжить. Автор соведущий Тюняев Андрей Александрович. Время эфиров московское. Каждую пятницу в 12.00 в эфир выходит стол заказов и повторяется в 3 часа в субботу. Вы можете поделиться хорошим настроением, передав теплые слова и красивую песню добрым людям. Напоминаем. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Желаем всем добра! Народное славянское радио. Все нужно, все важно.